привет всем ребята так мы остановились а остановились ашу короче шли к дагоду квест квест сдавать вот топаем до год туда потом на роду тысяч варанчики есть не прогрузится никак с той стороны такой впадуло ну да блин у меня снова на стрелы немало угольные шары мне на них реально тратить жалко по правде говоря надо просто обойдем их опять да и все я вообще там поводит еще должно быть очень много куриц поэтому уж обидно что мы же пропускаем их выходит надо походить поискать отдал лишь помнишь тут еще штуки штуки 3 дали сквык там блин не только не все сразу и чё ребят оливандо пробуем а вот через это и получится но хоть и стремя сразу очков не разлива лился и сейчас получится я буду грала таки супер перстом походу не получится то что у меня уже почти плохо песни стивили большим папа песни с ней да уже все короче мне пипец меня заклюют заклюют вот видите какой я блин ваша раме я даже три каких-то освоих падающих а запилили а вот вот такая вот игра вроде бы качаешься качаешься вроде бы круче становишься почему заметно куче становишься тем не менее три пазочки меня снова заклевали как я не старался этого не допустить скажем так и это хруста на самом деле так в ручку них реванжа взять то блин это как-то подошел они все спали потом все как разом проснулись короче козлы братишки такие нехорошие мне так чтобы они по одному ну под по двое еще одна куда не шло никуда никак не по трое а отлично помню только один собрался точно о ну зашибись с одним я готов сражаться насмерть прямо скажем и давай дохни падла все запилили я так понял что короче разработок подумали подумали и думают а зачем нам вообще так делать что бойник будет повышать двуручное оружие при бое думают бодику будет слишком легко играть тогда давай так сделаешь короче ему дружно еще площадь не будет пошла столько табличками там короче я так понял что вот именно так вот буша и других вариантов не вижу столько запилил мне еще ни разу не повысило двуручное оружие т.п. 200 монстр опять-таки я поможу напилил 200 монстром сколько можно ребята блин сколько я уже убил уже убил неужели нет двухстах давать дальше еще раз не не глянем так а ну дневник дневник так подсчет убитых монстров вот вот тогда когда мы повысили ловкость на один мы убили вода монстров всего 207 а зачем уже победили 200 монстров тюблина я парюсь это когда мы еще ловкость повысили только на один можем больше двух стоит наверно просто мне не пишется потому что и квест тысяч не брал на по этой причине давайте уст скушаем хоть я вот так вот и не нашел практического применения устрица может быть кто-нибудь знает то что я рецепта никакого но с едой устрица не находил вот у меня корень катера такая как бы тема и не знаю будет ли что повышаться если допустим кушать сразу нового устрица допустим 30 есть или больше там или меньше 20 то есть вот этого я не знаю если кто-нибудь знаю что там делается с устрицами то как пожалуйста сообщите в комментариях или где-нибудь такая тело может быть просто такой же бесполезный предмет как допустим тот же царский щавель я уже вам рассказывал обсуждая пока что ему маникоу применения в этой версии игры не нашел не знаю чем прикол но вот такая вот тема блин жалко денег у нас нету 225 золотых было бы смогли бы научиться вырезать когти сейчас у гримбальда но мы нищеброды и с этим ничего не поделаешь к сожалению да так что все может и даже спокойно ставать охотником уже хоть сейчас только добежать до их него лагеря это все что от нас по сути требуется потому что 207 монстров уже даже убили шкура черного тролля у нас есть то есть все условия мы как что называется выполнили это возможно даже когда вы возвращаться даже первым делом поделся скилами наемников сразу же станем охотниками а потом а уже потом все остальное как говорится оставим на вкусное как раз диджат срубин что еще отлично следующего уровням конечно дофигища возможно сразу же изучим руну смерть нежить если получится так я принесли сердце лица нос вот и дать действительно она дает на свое согласие но вернее даже 3 хранить и будет еще в первой главе но там другая проблема первого и второго третьего хранителя мы сможем пройти уже точно только во второй главе потому что он даст нам квест изучить язык демонов лэнга она сможет изучить ему некромант хреол который находится в долине рудников которые мы сможем попасть только во второй главе вот такая вот загогулина тогда это хранимся таки мы столько куриц убили да еще и сдали квест чтобы ничего вали что вдруг не случилось и топаем 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 в далекие края да теперь надо прямо туда в лагерь наемников сейчас пойдем вступил лагерь охотников раз все условия выполнили ну то есть видите монстров это 200 убили на двуручка что-то мне совершенно не хочет прокачиваться я уже не знаю что делать я помню когда раньше играл я по моему махался тоже двуручным оружием по моему я даже на полевых жуках уже успел где-то на 2 повысить вручное если я не ошибаюсь чистого моча только одних пилевых жуков по моему тут я уже столько сколько зверей перебил у меня двуручное оружие вот как один раз повысилось так и все очень жестоко ко мне украина и муха я чё с ним всех запилил ненавижу этих задротских кровяных мух отлично так ну дальше убегать по моему особо-то и нечего там будет еще буждающий огонек и дикий кабан то есть что с тем шестер ну вернее как буждающий огонек это запилю но он опять таки отравляет мне честно не хочется нервы тратить а кабан для меня пока что слишком серьезный соперник прямо скажем поэтому просто тупо возвращаемся назад опять-таки ближе к стене чтобы у нас не согрались те две ящерицы к тому же мы еще и счастье счастье из ничего и взять то не можем потому что не изучение срывать шкуру с рептилии не срезать когти такая тема прикольный кстати сделать этот храм до зиккурат такой как тоже вот всякие древние города постройки тоже и зиккураты люди делали вообще конечно забавно да то что есть какая-то цивилизация допустим этот самый яркий дар который жила еще раньше вот этой вот нынешней в которой мы сейчас играем видите цивилизация тоже с уровнем развития средневековья тобой еще древнее такой интерес момент интересный но вообще очень здорово кстати сделали вот так как обычно делаю там аддон там или мод какой-нибудь к игре он обычно что просто добавить там какую-нибудь квестовую линию там по сути такого ничего не сделает да то есть я даже вспоминаю тот же обливиум там вышло дополнение шайварин айсу айсу да типа дрожащие острова потом nice of the nine по-моему типа рысари 9 я уже точно не помню ну по-моему какие-то такие дополнения вышли вот блин как это пропустил огненную крапиву прошлый раз вот вышли но честно реально не мне как-то не особо понравились то есть они их даже проходить не хотелось от честно а вот в ночь ворона ты что она пол даже интереснее чем основная сюжетная линия просто простой ватике 2 реально намного интереснее я действительно хочется проходить и трав кареснулась в то что эту точно все собирал выходит то есть не только по главам трав кареса и наверное когда допустим определенные квесты сделал и трав кареса то что я журналист по любому траву собирал вот а ночью ворона очень круто сделали кроме того что ты опять общаешься всеми этими старыми персонажами до которых не было обычной ватике 2 очень много старых персонажей ватике 2 обычно не было здесь же не предпоявляются то есть с ними общаешься вспоминаешь старые добрые динки да грубо говоря то есть потом очень интересная такая сюжетная линия можно сказать детективная как бы да вот ну и действительно очень много можно вспомнить больших плюсов в этой игре именно в ночи ворона классно сделали плюс то что вижу сама вот эта тема типа то что древний народ они такие постройки росписи на стенах ты по ходу игры будешь изучать историю этого древнего народа то есть очень круто на самом деле блин я как-то протупил надо было просто портануться дабы быстрее добежал а так не придется вот это бегать в принципе есть конечно вариант выпить зелье ускорения и не париться наверно так и сделаем потому что я не хочу так долго бежать жалко вот нету такого же деле только для плавания да там в деле быстро упала не или зелье хождение по воде там ну что-нибудь вот такое вот то что очень сильно напрягают повторюсь стоться пресса давайте пытаюсь сократить дорогу если нужно будет здесь осторожнее потому что тут такая местность что тут будет и бракуриц и снепперы и кабаны и скелеты гоблинов и волки и шкарные шершни короче какого-то как говнеца скажем так не будет поэтому нужно бежать до быстро это у нас есть но также еще и осторожно чтобы не нарваться ни на кого вот видео тут уже скелеты гоблинов вот и кабаны и которых я говорил то есть просто полная жесть здесь действительно такая мест местность стрёмная все текаем 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 зато водороск сократили конечно существенно причем сократили потому что так бы мы все вокруг оббегали ты бы занял мог больше времени так можно вот почти на месте в принципе так я только не понял где-то там надо заворачивать то ли там то ли там чертов склероз совсем замучил так помнит из дал помнит и здесь идет этот алтарь и нас а помнит и здесь надо повернуть ой ездить это там а ты огромным поводу а не значка оттуда по ходу надо тут может все зачистили кроме этих двух шнегов как видите так все вот мы собственно и на месте ищем этого лоха фалька вот он давайте сохранимся на всякий случай так фальчелла он меня посылает нах я его спрашиваю ты здесь заводом не опять посылает нах так теперь могу ли оставить вашего и так черного тролля вот шкура черного тролля он удивляется что теперь скажешь я хочу присоединиться к вам так быстро учусь да все 200 монстров я убил я должен охотничий доспех что нового лагеря тут ничего такого как хода стеряга спрашиваю что нового или мы получаем квесты лагеря охотников то есть надо надо действительно расспрашивать такая фишка сообщаем что драконы могут сюда прийти так почему именно ты здесь главный то научу тебя хочется сейчас мы узнаем про его деда бена вот я нашел одну интересную вещь показывал письмо которое мы нашли остальные письма будем находить уже в еркендаре как я говорил то может быть я сейчас смогу помочь все взяли квест поиски могу ли я возглавить ваш лагерь так он мне расскажет про систему то есть мне нужно чтобы вы мне хорошо отзывались все охотники тогда смогу вызвать фалька на так называемый поединок но сразу говорю это будет не такой поединок что будем друг другом вздраться что кстати я классно сделано сильно классно то есть а мы будем выслеживать зверя слов пока или слову к я уже не помню короче ну что типа падальщика слона падальщик с хоботом такой будет его надо будет высадить и убить первым тоже классно сделали так то может я чего-нибудь научить я убил черного тролля получаем 500 опыта еще мне дает за это изделие у тебя есть для меня какое-нибудь поручение он отдает лучи шкуры для фалька квест и у меня этих лучших шкурках она получаем вместе опыта получаем 250 золотых то есть еще какая-нибудь работенка он дает письмо басперы мы бы вы должны будем принести стрелы так этому и зале теперь тысячи такая классная фишка расскажи мне что-нибудь об охоте расскажи мне еще что-нибудь и тут можно помутить себе опыта то есть расскажи мне оках 50 опыта мы можем конечно это все почитать то есть он здесь рассказывает о стратегии боя с этим монстром но я принципе и так шарюсь как со всеми ими мочиться скажем так поэтому это все не интересно а вот опыта срубить почему бы и нет то есть за каждый этот разговор по 50 опыта в сумме то накапливается очень даже некие слова потому здесь допустим может 200 опыта набили только на вот этих вот хищниках а ведь еще есть сейчас расскажи мне об охоте опять еще есть рептилий сейчас мы что тут на рубим 50 150 опыта вернее так вот мы узнали про рептилий прошли его так огненных ящеров так опять классом расскажи мне тебе просто животных и давай тут тоже 200 опыта то есть сумма 400 и 150 550 опыта мы срубили вот о том просто что класса вот расскажение про всяких животных это нам расскажет как мочить кровяных шершней так про кабанов так кстати говоря он нам дал как вы все видели охотничий доспех может быть кому-нибудь придет в голову этот доспех продавать то я говорю да не то чтобы так я прошу прощения я короче не ту кнопку нажал случайно и отключил фрапс так у нас за счет баром попросил принести ему когти шнигов down on quest когти шнигов сколько их надо принести пять пар когтей так а возвращаясь к теме да вот нам дают охотничий доспех он как видим хуже чем робов-ослушников ага воды единственное что у него они он всем хуже да абсолютно всем хуже но вы его не продавать я повторюсь не продавать его не то чтобы ни в коем случае но уж не продавать потому что потом когда вы отправитесь яркин дар а то там будет такая фишка что нужно будет дать чуваку одежду надо за это каменной табличке как раз охотничий доспех его можно будет дать нам дали как видим взяли ловкости за то что мы принесли шкуру черного тролля теперь мы можем носить правильно охотничий лук у него урон 35 вот такие мы парни мы теперь ищи с охотничьим луком так на чубаром и квест взяли у фалька взяли еще есть квест у никса у него будет квест с тем что у него волк заболел так спрашиваем что это твоя собака но разве волк может быть охотником ёптыть на вид твой друг немного слабоват могу ли я чем-нибудь может а вот раненый зверь нам нужно зверь к ведьме с агитте так отлично эту квест мы тоже взяли так чего у нас тут а альфред трахомир так страхомиром принципе толку разговаривать особого нету а вот альфред нам нужно так альфред ребятушечка как дела базарим там что новенького вот она дает квест убийцы волков ставил кубистах что никого больше ничего нету чем ты занимаешься то вот у нас может теряющий обучить научи меня раздевать добычу а ну-ка вот сломать когти есть учились на основном денег поход за не хватит вот твои советы стоят не дешево базарим с ним почему так высоко ценят и теперь ему можно продавать охотничьи трофеи те что мы идем вот мне есть парочка трофеев для себя а даст и когти у меня там сегодня пора была дать все какие зубы отдать все шкуры рептилий и отдать все шкуры все срубили немножко денежек стеря сколько мы заработали деле смотрите 2392 золотых на одних охотничьих трофеях то есть то о чем я говорю что охотничьи трофеи реально не здесь вот из них просто под продавать это блин реально вы так выханетесь и просто же стяжел лучших экономьте не продавать его теперь видите я все продал и на 2000 с лишним золотых вот прикиньте себе да сколько бы пищи поднял это конечно основная цена это было как раз две шкуры тролля или 1 1 шкура тролля полу и какие тролляти что это был черного тролля не вернее даже не дошкуры тролля внешне бланешь черный отдал то есть выходит да то есть я просто купить тролля продалась таких крутых вещей все остальное были обычные шкурки этом кого-то полков то есть на корисов там пару шкур то есть и как видите на две с лишним штуки я сторговал то есть денежки размучивать благодаря вот эти вот фишки очень даже здорово тогда это сразу шкуру рептили научись разбирать тоже нужный навык все кое-что у него взяли отлично так с ним поговорили кто-то там еще есть по моему так 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 рафа дарафи нужно будет по моему нужен но нужен будет новый лук если я не ошибаюсь именно ему так братишка ты что-то расстроен он говорит что он потерял свой лук такой вот он растяпа короче лук потерял я там поймал как может пять копеек потерять как можно лук потерять конечно интересно да базарин с ним вот я достал тебе новый лук даем ему составной лук он за это еще повышает владение лука как видите есть интересные новости он он дает квест яйцо шныга так день это стать хорошего помощь не можно еще торговаться вот покажи мне свои товары искусство стрельбы но это помог опять таки повышение стрельбы и звук она нам не сильно нужно я вот если что куплю книжку повышение стрельбы из арбалета то есть это мне реально понадобится поэтому как видите реально классная вещь торговля охотничьими трофеями реально классная вещь все все полу косты такие что мы могли взять мы взяли в лагере охотников плюс принципе я вам скажу что всех их мы сможем убить то есть стаи волков убийц мы сможем пройти обычным свитком огненный шторм яйцо шныга там шныг по сути будет не сильно крутой он будет покруче обычного шлига но не такой что прям полный пипец поэтому там пара огненных свитков это максимум что нам понадобится огненных шаров это яйцо шныга когти шныга опять-таки там где-нибудь намутим себе тут тоже там принципе не сильно то и сложно ну а квест никса принципе сейчас вообще пройдем к сагити сразу сбегаем возьмем у нее лекарство чтобы уже потом не забыть и отнесем его никсу там по он проходит три дня или где-то что-то так и собака выздоравливает никс от этого естественно очень рад о кстати говоря вот куда нам нужно будет коронное растение вот вам сразу же пример она нам понадобится вот как раз для вот этой вот шишки то есть для того для этого зелья который поможет вылечить волка клыка вот нам нам понадобится до корона растения по вот там одна лесная ягода такая вот фишка так бежим значит надо круто что вы теперь с таким прикольненьким луком можем пользоваться то очень радует прямо скажем можно будет просто банально поваливая допустим к лагерю наемников там парочка шнегов есть пять пар кахтей это на самом деле не так но одну пару тем более мы разбудим все равно по квесту то есть вы сами понимаете потом в суду никаких проблем нет ну там вообще монстров надо убивать и дальше потому что по моему там вы доходите до какого-то момента и остальные квесты уже и где охотников вам будут давать когда в этом убить уже или 300 или 400 монстров то есть вам их нужно мочить мочите еще раз мучить скажем так так но значит теперь туда к садите чтобы она сделала нам зелье топовик садите но меня конечно же радует что у меня теперь денег вот так вот много да то есть реально я такой крутой перец бабища сорвал ой блин блин это шипом как раз то ставил кубе сдала находится давайте может быть сразу их и запилим честно говоря раз в подороге вообще по идее по моему по квесту по логике они должны были появляться вечером то она что вы сами понимаете в темное время суток здесь же почему-то от проглючивая не появились как видите не совсем шторм были нашел весь свой огненный шторм потратил елки-палки вы плюс на загрузиться ребят потому что дарод прямого загрузиться не надо короче их как-то выманить так чтобы они все четверо на меня за мной погнались и я потом это хопа их всех сразу и запилил с одного выстрела то я так потратил сразу два свитка магии причем очень крутой маги очень нужной магии а убил только троих отдал придется заводствовать палкой это будет очень долго и нудно на самом деле хорошо что мы сохранились так лично ребятушки мои дорогие так 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 угони косают ты шо ты шо я что-то думал что послабее к вот тут на самом деле серьезные волки если завалки убийцы ничего не скажешь раз укусил то прям если если допустим укусить за задницу то прям на нас сразу же кусок оторвет короче говоря какие острые как бритвы ребятушки очень серьезные поэтому зелья ускорением и к сожалению потратили травки снайперов на там у нас там от максимума штуки две три нужны да и нам особо здесь принципе то и не нужны вот чем вся фишка нам просто нужно действовать быстро вот чё всех убили до всех вот четко вышло все все четыре умертвых лично они даже косвить не успели как видим все давайте пополним ману лично точно все на то есть никого не видать за все кость прошли вот мы еще один квест или охотников прошли вот так вот по дороге я честно я даже не хотел проходить по правде говоря вернее не планировал прямо сейчас ты сделать а мы вот так вот по дороге сразу же его сделали мы что же ребята серьезные мы трижды герой возвращением и вам не обычаю птич а волки думаешь какой какой-то вашара бежит а тут не тут то было в принципе так то он плаш арата и есть да но это у вашара есть такой свиток огненный шторм поэтому это вашара серьезно опасен такая вот фишка бежим 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 были там наверху к стерео есть чем поживиться какие-то травки давайте заберем эту конченую кровяную муку и поживимся там всякими вещичками кстати насколько у меня лук повысил то я даже не обратил внимание у меня лук полу должен был быть 7 или 8 процентов у меня теперь он 12 процентов то есть по-любому нормально повысил согласитесь то есть и вот опять таки и арбалет качать сложнее чем лука одноручное оружие качать легче чем двуручное то есть вообще если вы будете идти вот по пути допустим силы там какой-нибудь да по пути оружия то по моему мой вам совет реально качайте одноручное оружие у то что это проще всего я конечно могу заблуждаться вы мне сейчас скажете это ты не прав там депут серьезно каменной табличке легче найти одноручного оружия и лука намного легче чем двуручного оружия и лета нам реально намного легче и так намного легче допустим книжки уже повышение лука есть самого начала арбалета покупают только во второй главе на и находил могу 5 ошибаться ну по-моему это так и вот так вот еще много много вещей которые говорят в пользу одноручного оружия лука такая вот фишка плюс то что арбалет нам по моему повысит дорога мир за то что мы его найдем арбалета но он повысить его не так высоко арбалет всего на 2 я не ошибаюсь здесь же как видите вот сразу на 5 или на 4 и плюс когда мы пройдем квест фалька ну вот с его батей или дедом вернее да дедом то нам он опять таки повысит лук по моему если я не ошибаюсь и опять таки на довольно таки много то есть лук намного легче прокачать такая вот фишка так сагита ты знаешь охотника по имени никс и сейчас она нам даст короче рецепт этого зелья я достал тебе травы все начали что-то там запилит тетечка короче перед перед запилила решила попрыгать почему-то вот дает нам зелье все взяли зелье бежим назад в лагерь охотников теперь я к сожалению придется оббегать всю эту фишку по той простой причине что уже у меня нету к сожалению зелье ускорения ну а трава снеппера она действует недолго и поэтому мы далеко не убежим а там между там и снепперы они ребята быстрые как вы знаете там и снепперы ну короче говоря кого там только нету поэтому абсолютно серьезно ребята не нужно ничего такого предпринимать то есть просто тупо придется нам оббегать к сожалению давайте сохранимся все-таки лекарства мы взяли мы пожалуй на в этой выпуске мы еще как раз от нечем ли отнесем лекарства никсу и возможно сходим к изгороду посмотрим что у него можно купить но в следующем выпуске уже пойдем хоринис обучаться кругом магии докуда нам позволит первая глава и сдадим квесту что мы убили рудара на магии конечно еще нужно накупить потому что помимо последнего квеста гильдии убийц когда нужно будет разбираться с пандой ханса там нам по-любому понадобится большой запас магии да нам еще и нужно будет убедить потом осмала все в той же гильдии убийц желательно тоже первое для этого тоже понадобится магия у нас ее уже реально ну это что вы мало но уже конечно и далеко немного такая вот фишка кстати раз как у нас сырого мяса 10 кусков ровно отлично то есть мы можем себе уже и мяска нажарить зашибись так лук как вы видели в принципе не на нога то и прикольнее и голова то есть я все равно не убиваю кровяного шерстного выстрела но тем не менее с двух почему бы и нет это тоже неплохо ну плюс я повторюсь нам бы было бы еще здорово пройти все тот же квест яйцо шнига за него тоже там какой-то зелье дают и продажи не помню какое то есть было бы здорово пройти квесты когти шнига их мы сможем в одиночку завалить если пятки у нас будет магия поэтому хотелось бы повторюсь хотелось бы в первой главе сделать как можно больше как можно можно больше такая вот фишка так собирающий будет квест у грома ой не сырое мясо жарить не будем нам же нужно будет да 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 нам нужно будет сырое мясо для квеста одного тоже охотнику который помните там сидит и дает на жарное мясо которое повышает силу наверху там возле майка джека то есть сырое мясо сэкономим для этого охотника с громом будет квеста что нужно будет принести ему две шкуры троллей по умы если я не ошибаюсь то есть это как раз двое троллей будет возле него просто будем их уманивать ему потому что там будут молодые тролли довольно таки слабые естественно будем немного помогать чтобы его не убили и вот таким макаром пройдем тот квест ну вот собственно в принципе все квесты что мы взяли да и такие что еще есть а ну там нужно убить будет тоже самое сопящее создание то есть принципе все такие квесты на гильдии уходников пока что во всяком случае не все такие что мы пройти сможем к счастью для нас так никсик вот я принес лекарства этого волка сейчас короче вот такую фигнюшку сделает все можно спросить как чувствует себя клык но он естественно ой при на 5 случайно нажал еще не выздоровел там помощь через дня два или три я точно не помню только эти точеческое время он выздорове так а у кого брали тот квест вы не помните ставил куху бить форму альфреда он че еще спит что ли как можно спать то ёптить где этот альфред да точно еще дарик нет ребята ну вы гоните сколько же времени же 9 утра ты же прикалываешь можно спать да я справился и волка я получаю 200 опыта и рог прокурор из три штуки между прочим так я хочу бросить вызов фальку так что я что у нас тут да он короче за нас уже проголосует потому что мы убили целую толпу этих луков убийств так она вышли тихо не дает мне больше ничего не дает пока что во всяком случае хорошо и так одним голосом мы уже заручились сохраняемся и топаем к изгороду вот такая вот она гильдия охотников кстати говоря тоже довольно таки интересно сделано надо отметить что квест интересный действительно есть конечно просто тупые квесты да там высади какого-нибудь зверя и просто тупо уби его допустим даже то же самое яйцо шнига нам просто нужно найти этого шнига прикончить его и забрать его яйцо а есть такие вот допустим тоже самое лечение этого волка принципе сделано интересно а тот же квест с поисками дедушки бена тоже довольно таки интересный квест потом тот квест когда мы будем ставать гильдии головой гильдии охотников да то есть тоже наказано будет нам искать этого слова кэрис полка с буквотом зовут толпа . с хоботом тоже квест довольно таки прикольно сделан и много таких можно отметить квеста на самом деле молодцы ребята действительно постарались в этом моде в этом возвращении то есть над квестами поработали хорошо есть что вспомнить скажем так так теперь назначит топочки зарод хоть бы не то сатиря магия какая-то была на самом деле потому что если не будет то я расстроюсь честно скажу я живу на магии плевом надо еще прикупить хоть сколько-нибудь а круги магии по-моему реально действительно бесплатно изучаются конечно точно горит не буду он бесплатно там просто конечно очень много че обучение надо по ума на первый круг только 10 она стоит там уже 20 30 помощи по нарастанию идет то есть и вот опять таки в этом плане маха очень сложно качать серьезно ребят сами понимаете да кроме того что мне нужно изучать руны аруны тоже там платят 15 обучение по 20 обучения на и по 30 и по 40 бывают руны как еще нужно изучать круги магии который тоже хаут очень много че обучение то есть война в этом плане быть проще он конечно дольше становится круче потому что дольше раскачивается ему то есть чтобы стать более-менее посредственным воином да нужно иметь хотя бы 30 владения своим оружием и луком и арбалетом и одноручным лет вручном то есть смотря каким вы оружием пользуетесь хотя бы 30 иметь хотя бы какие-то более-менее нормальные доспехи нормальный запас силы а там тоже есть какие свои проблемы то есть он дольше становится крутым но зато его раскачивать принципе легче чем бога на самом деле потому что могу нужно изучать все его химию и даже эту же простейшую кузню сразу нужно и руны и круги магии короче он и пизды и охотничьи навыки тоже нужно изучать куда денешься день это ведь нужны да я не ошибался у него полный полно денег зашибись вернее свитков нового ракса у гаракса я точно помню что у него не будет все гаракса до обломчик ну короче что мы можем сказать точно можно сказать точно что есть огонь по 5 огня свитков 5 шаров у константина поэтому мы идем туда купим у него и издадим квест удара так да вообще чем мы будем мочить эту банду ханса у нас на принципе есть огненный шторм да но не огонь и дождь и огненный шторм конечно но больше кроме этого по сути ничего и нет на осмала нам хватит магии то есть есть четыре огненных шара плюс потом сейчас еще докупим пусть есть самые удары молнии на рыба то есть нас мало нам кайта вот на банду ханса к тут конечно проблемно все получается это конечно очень очень жаль я что-то думал что у изгорода там еще достаточно много магии но нет мы все вы купили но у гаракса я же говорю там у него точно ничего такого не будет у зориса мы тоже уже все выкупили все что такое можно было интересно выкупить короче говоря грусть печать тоска магии мы больше не купим а жаль жаль ну его нафиг с ним будем как-нибудь выкручиваться по сути мы всю игру выкручиваемся и у нас получают столь таки неплохо да так 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 значит давайте запортуемся в хоринис хоринис и собственно скупаемся у константина давайте сейчас я возьмем стрелы у баспера чтобы не забыть так еще можно было эту шкуру черт шкуру черного тролля как бы фальку не давать по моему можно с ним еще подраться но я тогда не помню вам нужно будет 200 монстров убивать или нет единственное если вы с ним деретесь то шкуру черного тролля ему можно будет не показывать такая фишка но я думаю что на самом деле проще завалить черного тролля тем более что вы видите свиток уменьшить монстра есть два места его можно купить у константина если вы будете его учеником и его можно найти в шундуке который нам подсказывал сандер старта на башне декстера то есть сразу два варианта у нас есть поэтому здесь по сути таких проблем особых то ведь и нету поэтому проще кому пить черного тролля да заупить их 200 монстров чем драться с фальком все-таки фальк парень из робкого десятка побить его будет не очень-то и просто ну это уже вам решать так вот еще давайте повысим себе повысим себе ману на 1 на тебе братишка 100 золотых так мана плюс 1 отлично того мана у нас уже 62 неплохо так теперь константина дружочек так значит покажи нам свои товары то елки-палки случайно жал так что у него есть давайте купим стеря противоядий вот огненные стрелы ой это елки-палки огненные шары стеря нам понадобится и уменьшить монстра потому что в яркий даре тоже будет черный тролль поэтому берем сразу же его это нам не надо и божественную энергию звезд тоже купим потому что она повысит на ману так мы короче не кисло скупились почти все деньги потратили но зато по магии мы стали по упитании скажем так так как то так мы короче вооружаемся да так божественная энергия звезд мана плюс 2 того ману на 64 ну и плюс интеллект повысит так больше нам божественная и звезд как вы догадываетесь не нужна мы ее продаем все с константина все сделали теперь идемте сдавать квест индии бисайк басперу сразу зайдем дома на 64 интеллект 26 очки обучения всего лишь 9 так нам даже и не хватит нам принципе и нету смысла заходить теперь галахаду потому что нам банально не хватит очи обучения первый круг магии стоит по-любому не меньше десяти ну давайте попробуем в принципе сколько сейчас времени а еще и рано вон там только 12 часов но мне кажется что не хватит по-моему 5 очей обучения слишком мало по-моему 10 так басперчик у меня для тебя письмо ёптать передаем ему письмо фалька он нам дает 100 клейменных стрел моих потом оданим фальку по-моему там там да золото или даже просто только опыт даст точно уже не вспомню так нам еще карагон должен денег вернее кардив я все мечты их путаю вернее кардив нам но должен денег 10 золотых ёптать давай давай плати ёпта ой не то нажал как насчет моей платы так 10 золотых да и кстати говоря джо которого мы освободили мы потом ему показываем сигнал воров и он дает нам 5 отмычек такая вот фишка ну джо нам потом понадобится в квесте это уже будет аж в лагере пиратов в ярким даре там будет квест этой тетечки абигаль которая была пираткой у нее сестра хана и там будет целая история ну короче нам там понадобится джо и мы его поддержка уже заручились скажем так еще в первой главе так сейчас опять будет это моя супер-пупер нелюбимая тема в игре вот это перепрыгивание барьеров для того чтобы попасть в гири и убийство ну слава богу это уже на этот раз последний раз потому что после этого они будут стоять прямо вот там вот возле того места где мы будем уничтожать банду Ханса и уже они в этот домик возвращаться не будут это на самом деле здорово ну хотя там в принципе больше с ними общаться не нужно будет после того как мы убьем Асмала надобность гильдии убийств абсолютно пропадает то есть вот тут кстати говоря немножко неинтересно сделали бы как в Убливию не помните мы когда стали главой допустим той же гильдии бойцов там гильдии убийства там есть такой гильдийский сундук и в нем всегда можно брать деньги то есть сделали бы как то так или чтобы можно было бы нанимать кого-нибудь из них тоже вот было бы круто а так так удар мертвый получаем за это сколько? 1000 золотых вот блин поднялись мы на гильдии убийц да спрашиваем есть проблемы и вот банда Ханс когда мы спрашиваем как там выдвигаемся он скажет прямо сейчас это уже повторюсь последний квест на гильдии убийц к сожалению гильдия довольно таки короткая ну и опять таки если вы смогли размутить побольше магии то вы молодец у меня магии уже реально не очень много поэтому я не знаю сколько членов банды Ханса я смогу убить самостоятельно а там повторюсь чем больше мы убиваем членов банды Ханса тем больше получаем золото правильно такая вот фишка там по моему можно до 6 или до 5000 золотых срубить если мы убьем абсолютно всю банду Ханса у меня это в прошлый раз получилось а в этот раз я так подозреваю что не получится по той простой причине что у меня реально маловато магии у меня только огненный дождь и огненный шторм из таких магий которые коцают сразу несколько целей и коцают неплохо да прямо скажем поэтому честно я не знаю ребята получится ли у меня что-нибудь из этой хорошее но мы попытаемся в любом случае мы эту гильдию убийц уже сможем пройти в первой главе это точно абсолютно точно нам хватит магии скорее всего хватит магии даже на то чтобы пройти квест еще есть ну а уже как будем делать потом это уже большой вопрос так сколько сейчас времени 1150 а то давайте сходим к Галахаду все равно есть время раз уж так проверим действительно сколько нужно очи обучили на первый круг магии а вдруг все таки пять очи обучения вдруг я ошибаюсь сразу изучим первый круг магии почему бы и нет ну просто до следующего уровня да как видим не так уж и много там 3100 опыта где-то тем более мы сейчас на банде Ханса наколотим нормального опыта там плюс сто плюс сто плюс еще пару квестов гильдии охотников пройдем то есть уровень мы подымем по любому первый круг магии у нас по любому будет ну а дальше нам будет уже очень тяжело нам будут очень нужны очки обучения где их брать это будет большой большой вопрос да в следующей серии кстати говоря сразу сбегаем к башне ксардоса и возьмем второй квест хранителей раз уж мы будем здесь все равно начинать да теперь нам придется показывать письмо которое нам дал Сатурас потому что нам уже нужно в саму ратушу попадать так я посланник магов воды ёптать он говорит только не создавай проблем но я жду к самому хагину мы не идем потому что переключимся во второй угол а нам этого совсем не нужно так где эти придурки я сейчас плохо помню ага где ты здесь да вот галахат поговорим о моем вознаграждении так научи меня использовать магию я естественно убираю это так теперь ну давайте с ним побазарим на все эти мутные темы которые мы и так знаем я хочу постигать судьба о первый круг магии не значит все таки пять значит все таки пять очей обучения значит я ошибался вот создать руну ну на первом круге магии что там будет там ничего интересного в этом виде нету да вызвать волка лечить легкое ранение и свет ну реально ну нечего изучать абсолютно так покажи мне свои магические свитки у него покупать ну можно разве что рунических камней купить лабораторную колбу больше не покупать по сути нечего а вот еще не время возвращайся позже то есть второй круг магии не то чтобы нам не хватало чьи обучения а именно нужна вторая глава то есть второй круг магии мы сможем изучить только во второй главе а это обидно очень обидно жаль 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 кстати я интеллект заметьте повысился до 31 у нас по моему было 26 то есть видите как круги магии реально повышают интеллект намного больше чем обычные там что нибудь навыки да жаль так мы изучили бы еще и руну смерть нежити ну конечно если бы нам хватило очи обучения опять таки но все же если бы мы смогли ее изучить мы смогли бы уже защитить еще пару пещер с нежитью как вы догадываетесь давайте станем где нибудь здесь чтобы мы в следующий раз вспомнили что мы шли к башне к сардаса то вдруг я забуду у меня как вы все помните скейрос вот сохраняемся ну и на сегодня ребята все спасибо вам за просмотр и за пальцы вверх за подписки вот и за развитие канала до новых встреч пока